1 сентября свои двери для школьников открыла Международная академическая школа Одесса. Счастливые ученики уже посетили свой первый урок. На торжественном открытии маленьких одесситов и их родителей приветствовал инициатор строительства уникального образовательного учреждения, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Подробности в нашем сюжете. Международная академическая школа Одесса. Настоящий центр образования и всестороннего развития, интеллектуального, физического, творческого и духовного. После шести лет строительства образовательное учреждение, аналогов которому нет в Украине и Европе, открыло свои двери для маленьких одесситов. Вы знаете, 1 сентября я на протяжении многих десятилетий открывал и поздравлял студентов и поздравлял их с Днем Знаний. Сегодня такой волнительный день. Впервые мы поздравляем именно учеников. Мы планируем, что здесь будут учиться и дети с многодетных семей, и дети, которые имеют ограниченные и физические возможности. Для этого все подготовили. Посмотрите, мы подготовили настоящий храм. Мы подготовили и сделали все для того, чтобы здесь комфортно было учиться нашим детям. Мы в школе очень рады. Здесь появятся друзья. Оценки как награды. Нам без этого нельзя. Да не волнуйтесь вы, родители, ведь школа – это храм наук. И нет прекрасней обители, где знания нам дают из первых рук. Вы в нас только верьте, мы не подведем. Новые планеты открывать начнем. Все у нас получится. Уровни пройдем. Ребята, шестиклассники, мы вас обойдем. Школа рассчитана на 1200 мест. Но при первом наборе руководство школы не гналось за количеством. При поступлении с каждым первоклассником проводили собеседование. А начиная со второго класса дети сдавали специальные тесты. Это самое важное, что может быть, потому что начальное образование, как мне представляется, это фундамент вообще всей жизни человека. И знаете, и все родители, я сама мама. И хотелось бы, знаете, чтобы у детей был и достойный уровень знаний, и хорошее отношение в коллективе, и достойное питание, безопасность. Много-много факторов, которые влияют на начальное образование ребенка. И нам хотелось бы, и так и будет, чтобы это было на самом высоком уровне. Вы знаете, сегодня говорили уже о том, что очень много десятилетий никто не строил школы. Делают ремонт, реконструкции и так далее, и то не всегда. Но построить школу сначала, с фундамента, наверное, такого не было уже у нас очень-очень давно. Поэтому мне кажется, что это очень знаковое событие. Торжественное открытие школы посетила народный депутат Украины, выпускница Национального университета Одесская юридическая академия Татьяна Плачкова. В далеком 2001 году на нашей первой лекции, когда я первый раз попала в юр-академию, вы нам читали первую лекцию. И вы тогда сказали, мне это запомнилось не всю жизнь, что я хочу, чтобы мы давали образование с первого класса. Я вас сегодня поздравляю с тем, что ваша мечта тогда еще озвучена, сбылась. Сегодня вы даете возможность деткам образования с первого класса. И я вас дальше прошу уже как мама в детский садик. Я вас поздравляю сердечко. Спасибо. Нардеп отмечает, что Сергей Кивалов способствует развитию образования уже много десятилетий. Два успешных университета, три колледжа, профессиональные технические училища, а теперь и школа будущего. Это одна из самых правильных инициатив. Сергей Васильевич на самом деле сделал очень много в сфере образования на юге Украины. Это и наша юр-академия, это и международные институты, сейчас это школа. Это действительно очень важно. Очень важно, что это делалось не только за деньги государства, а за привлеченные средства, потому что государство, к сожалению, у нас сегодня не уделяет внимания строительству новых школ, новых детских садиков, вообще новых инфраструктурных объектов, тем более социальной сферы. Поэтому это крайне важно. Я поздравляю Сергея Васильевича, я поздравляю всех преподавателей, которые здесь будут работать, всех деток, которые здесь будут учиться. Поэтому у нас настолько в Одессе дефицит на самом деле и школьных мест, и мест в детских садиках. Поэтому это крайне важно сегодня работать и строить именно школы, детские сады, все те места, куда мы можем отправить наших маленьких детей за образованием, за спортом. Мои личные дети занимаются и гимнастикой, и плаванием. Поэтому если бы мои дети сюда приходили, я была бы крайне счастлива, потому что замечательный зал гимнастический, замечательный бассейн, что не менее важно, потому что очень редко где в школах есть бассейн, а мы родители, у меня четверо детей, поэтому я с пониманием дела знаю, о чем говорю. Этот день действительно оказался волнительным не только для первоклассников, но и для учителей. Ведь им предстоит учить детей по совершенно новой, уникальной программе в современной школе, с самым инновационным оборудованием. Сегодня замечательный, удивительный день, когда мы принимали наших первых учеников в такой замечательной современной большой школе. Это все произошло благодаря работе большой команды единомышленников под руководством Сергея Васильевича Кивалова. Светлые кабинеты с интерактивными дисплеями, просторный универсальный спорткомплекс, два бассейна, киноконцертный холл и школьное кафе. Здесь созданы все условия для того, чтобы дети развивались всесторонне. Также родители новоиспеченных учеников утверждают, что одно из главных достоинств этой школы заключается в изучении разных иностранных языков с начальной школы. Отметим, что абсолютно все родители изъявили желание, чтобы их дети учились в русскоязычных классах. Школа новая, школа красивая. Есть бассейн, который девочки очень хотят. Я думаю, для спорта, для жизни, для здоровья это очень важно. Ну и, конечно, иностранные языки детям, я смотрю, как девочкам своими, это очень актуально. Ну, очень хорошие отзывы. Нас очень заинтересовало то, что в школе будут учить пять языков, в том числе китайский. И также эта школа является международной. В Международной академической школе Одесса созданы все условия для учебы и внеклассных занятий. В кабинетах стоят многофункциональные парты, мебель и все материалы, используемые для строительства школы, являются экологически чистыми и сертифицированными. Также соблюдены все требуемые нормы и стандарты. В каждом классе умывальники, система вентиляции, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Также большие светлые окна для проветривания помещений. На полу экологически чистый, качественный, противоскользящий линолеум. А высота потолков составляет 4 метра. Это очень важно, что мы не только школу построили, школу будущего, а и построили целый комплекс. И обратите внимание, здесь и храм, здесь и спортивный комплекс, здесь и творческий комплекс. И это все вместе вот дает возможность, чтобы ребенок здесь с этой территории не выходил, а после занятий занимался в кружках, занимался спортом, занимался творчеством. Несмотря на отказ городских властей в финансировании бюджетных мест для одесских школьников, Сергей Кивалов решил не лишать таких детей возможности посещать школу будущего. Накануне 1 сентября сертификат на бесплатное обучение в Международной академической школе Одесса в том числе получила маленькая Элина Боярчук, девочка с особыми потребностями, которая в этом году пошла в первый класс. Такая программа будет предусмотрена для всех детей с особыми потребностями здоровья. Маленькую Элину в школу привела прабабушка Елена Вероновская, бабушка-героиня, одесского моряка Андрея Новичкова. Я счастлива, что моя правнучка будет учиться в этой школе, где она получит хорошее образование. Она будет дисциплинирована во всем. И поэтому вся наша семья, я, Андрей Новичков, мой внук, мы все счастливы за то, что будет наша Элла учиться в первом Б-классе, за что я очень счастлива и благодарна. Ученики с первого по шестой класс с интересом рассматривают новую школу и с нетерпением жду знакомства с одноклассниками. Одна из главных особенностей – малокомплектные классы по 5-7 человек, чтобы ученикам было предоставлено максимальное внимание от учителя и были соблюдены все карантинные меры. Вообще красиво. Красивый газон ухоженный, красивое здание, новое, светлое. И я думаю, что в этой школе будет намного приятнее учиться, чем в других. Нам понравилось, что мы будем на пока выходить по полдня, и здесь есть бассейн. Здесь очень школа красивая. Я очень готов к школе и дома читал, писал, занимался и готов со своими друзьями идти в школу. Сама школа заложена на месте семейной церкви Григория Морозли, городского головы известного мецената, который много сделал для развития культуры и просвещения нашего города. Духовное начало положено и в основании самой школы, где находятся два православных храма – Иоанна Богослова и Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся. Знаковым является и дата выдачи лицензии на образовательную деятельность – 27 мая. Именно в этот день, в 1794 году, Екатерина подписала рескрипт о создании Одессы. Поэтому руководство школы уверено, что и дальнейшее развитие учебного заведения будет успешным. Несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие проблемы, которые есть, сегодня у нас это состоялось. Состоялся настоящий праздник. И провокаторы есть, и завистники есть. И они не могут успокоиться. Вот вбились здесь, чтобы на этом месте стоял жилой комплекс, чтобы на этом месте стоял развлекательный центр, казино. У нас дети учатся уже зачислены, дети с ограниченными возможностями, дети бесплатно, которые будут учиться. Мы не ждем милости от города. Мы не ждем от них. Знаете почему? Ну, потому что они не способны это сделать. Начало грандиозному проекту было положено больше шести лет назад. Экономический и политический кризис, военные действия в стране, безразличие власти. Строительство школы шло в очень непростые времена. Окончание работ и начало образовательного процесса должно стать символом положительных перемен и в городе, и в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова